Вязание, плетение на коклюшках, шитьё из лоскутков, русские девушки издавна трудолюбием славились. Коротают вечера с иглой, шедевры ваяют. А как же с этим дела у сильной половины человечества обстоят? Нет-нет, не с прикладным искусством, с интересным досугом. Прямо сейчас обзор увлечений мужественных. Можно одно отпустить, одну руку, одну и держать. Да, да. То есть надо вправо повернуть, взялся вправо и потянул. Надо левую, надо левую. Но когда кайт поднимется, она будет перед глазами. Красноярское море, район Шумихи. Здесь собираются те, кто ловит попутный ветер и пытается встать на крыло. Кайтинг, вид спорта более чем экстремальный. Снег, постоянно летящий в лицо, красноречиво говорит о том, что это хобби подстать настоящему мужчине. Выносливому, бесстрашному, с сильными руками, в которых вихрь превращается в покорное средство передвижения. Мы зависим от ветра, то есть нам нужен ветер, причем не просто ветер, а ветер определенной силы. Ну, где-то от 2 метров в секунду до 12, 13, 14, но и дальше уже некомфортно. То есть есть, в принципе, маленькие кайты, на которых можно кататься и совсем сильные ветра, но это уже некомфортно. Если вы вдохновились и захотели попробовать себя в кайтинге, не откладывайте. Многие представители сильного пола уже оценили прелесть таких зимних марафонов. Приятное очень само по себе катание. И как бы в кайтах достичь вершины мастерства можно только за очень продолжительное время. То есть можно развиваться, развиваться и развиваться. Мудрые говорили, чтобы вырасти высоким и гордым, дерево нуждается в бурях. Вставайте на кайт и точно узнаете предел своих возможностей. Или отправляйтесь на подводную охоту. Да-да, вы не ослышались, это и вид спорта, и хобби, известное во всем мире. Есть красноярцы, которые уже давно изучают повадки рыб, места их обитания. Не только интересное, но и активно приносящее плоды занятия. Александр, например, поймал щуку больше 10 килограммов. Но своей добычей гордиться не спешит. Таких рекордов было, по-моему, 5 только в нашей компании. Мой далеко не самый крупный, скажем так. Вот, ну, такая щука. Это на Красноярском море. Нам очень повезло, мы живем рядом с таким водоемом. Во глубине вод Красноярского моря обитают почти все виды рыб сибирского региона. Встречаются настоящие гиганты. Карпы, сазаны, щуки свыше 10 килограммов. Главное не прогадать со снаряжением. Нужны комбинезон и куртка из высокотехнологичного материала. Основная его еще черта, это у него нет никаких молний, замков. Все это, значит, с целью именно обтекаемости. Такой гидрокостюм одевается с помощью специальных шампуней. Скажем, на сухое тело, сухой костюм одеть невозможно. По крайней мере, без повреждений. Перчатки, маска, ласты, все это начинающему охотнику пригодится. От 25 до 30 тысяч потребуется для экипировки. Любите время с пользой проводить, вооружайтесь арбалетом и учитесь задерживать дыхание. А вот еще одно времяпрепровождение с оружием. Добро пожаловать в лучный клуб. И вторую половинку с собой прихватите, потому что даже хрупкой женщине под силу тетиву растягивать. Тем более полезно это. Нет, нет, не для бицепсов, для спины. Это движение, несмотря на то, что вы стреляете стоя, многие стрелки по 5 километров нахаживают просто прогулкой туда-сюда, обратно за стрелами, доставая стрелы. И когда стрелок стреляет, у него очень сильно работает спина. И если посмотреть на всех наших стрелков, у них ровная осанка, никто из них не сутулится, все стоят ровенько. Будете заниматься усиленно, есть шанс кандидатом в мастера спорта стать. Как выяснилось, мужские увлечения поактивнее женских будут. Что ни говори, парень со спицами разве что на велосипеде смотрится органично. Призываем не сидеть на месте, поймать попутный ветер, спуститься в неизведанные глубины, выстрелить в яблочко. Надо это попробовать.